МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вечер добрый. Это подробности недели. Я Дмитрий Анопченко. Первый день без войны. Она еще не окончена, но уже сутки. Сутки длится перемирие. Кое-где еще стреляют, но в целом ситуация серьезно отличается от той, что была еще позавчера. Главная тема – прекращение огня. Давайте вместе разберемся, насколько он хрупкий, этот мир. Мы с вами, весь эфир, будем спрашивать об этом. И политиков, и военных. Будем спрашивать, что же ждет страну дальше. Ну и для этого на связи все наши корреспонденты с передовой. Мы получим от них информацию из первых уст. Ну и еще у нас сегодня воездная студия в Мариуполе, городе, который еще вчера находился под обстрелами и готовился отбивать атаки российских войск. Там сразу две площадки. На линии обороны, на подступах к городу Ярослав Кречко и на центральной площади собрались люди. Там наш Роман Бочкала. Ярослав, ты ближе всех находишься сейчас, ну, условно так, скажем, к линии фронта. Насколько тихо у вас? Как прошел этот день? Да, Дмитрий, добрый вечер. Мариуполь. Российская артиллерия действительно обстреливала вчера. Вчера поздно вечером трое мирных жителей получили ранения. Одна женщина погибла. Сегодня днем обстановка в городе и вокруг относительно спокойная. Но вот буквально полчаса назад мы слышали несколько артиллерийских залпов, но пока все тихо. Вот сейчас, на эту минуту, все тихо. Хорошо, следи, пожалуйста, за ситуацией. Будем с тобой связываться весь эфир. Ром, а что в Мариуполе говорят? Готовятся ли по-прежнему к обороне или верят, что договоренности будут выполняться? Дима, добрый вечер. Ну, на самом деле, о договоренностях здесь сейчас говорят мало. Но готовятся к обороне. Вот об этом сейчас говорят. Как защищать свой город? Ситуация, конечно, далека от нормальной, далека от спокойной. Вот буквально недавно мы слышали звуки выстрелов. Но, тем не менее, вы видите, что вокруг сотни людей, что говорить. Вы все слышите? Несмотря на то, что ситуация, ну, очень сложная, вы видите, сотни мариупольцев собрались. Они сейчас здесь. Безумно приятно слышать эти слова. Хотя вы знаете, что Мариуполь долгое время находился, ну, скажем так, в таком запуганном состоянии. Вот даже сегодня мне повстречалась женщина, мы, когда въехали в город, то все, что напоминало вообще вот некой неспокойной ситуации, это обгорелое здание городсполкома. Оно напомнило мне вот сгоревшее правительство в Абхазии, в Сухуми, точно такое же. И я спросил ее, говорю, а что же, кто это сделал и когда? Она смутилась и ответила только на первую часть вопроса, что это произошло в мае. Я говорю, ну, а кто же, собственно, спалил горсовет? Она спросила, а откуда вы? Я сказал, из Киева. И тогда только она ответила, что это сделали сепаратисты. Это говорит о том, что люди все еще запуганы, но динамика все-таки положительная. Вы видите, все эти мариупольцы, они не скрывают своих лиц. Они не боятся называть своих имен. Вон, у них в руках украинские флаги. Они за единую страну под названием Украина. Правда я сказал? Правда! И вот буквально пару часов назад, вот здесь, на этой площади, в центральном сквере, возле оперного театра, были танцы. Мариупольцы не изменяют своим традициям, даже несмотря на то, что вокруг звуки войны. Но каждое воскресенье вечером здесь собираются горожане для того, чтобы потанцевать. В бодрости духа они не теряют, вы это уже, думаю, успели заметить. Но, конечно, ситуация не настолько радужная, как нам бы хотелось, возможно, это представить. Вот я вас познакомлю, это Галина. Галина волонтер, поэтому, как никто другой знает ситуацию в городе, ситуацию вокруг города. Вы бываете на блокпостах, Галина? Добрый вечер. Добрый вечер. Вот расскажите нам, что на данный момент происходит в Мариуполе и в окрестностях? Ситуация в городе действительно очень напряженная. Собралось большое количество людей здесь. То есть вы видите, что Мариуполь готов к обороне. Мариуполь не боится никого. Но в любой момент может начаться обстрел. И мы это, волонтеры, знаем как никто. Потому как вчера объявили перемирие. И вечером мы знаем, что было. То есть мы созваниваемся. Это перемирие, в него никто не верит. Но люди выходят... Вот правда то, что, извините, правда то, что сказала Галина, что в перемирие никто не верит. Потому что мы понимаем, что мы подтвердили. Ну вы видите сами. Но люди выходят каждый день на митинги. Вы видите, нас не запугать. Мариуполь поднялся, потому что за нами вся Украина. И мы выходим и говорим, что мы это Украина. Слава Украине! Слава Украине! Слава Украине! Ром, спасибо тебе большое. Мы будем возвращаться к тем людям, которые собрались на площади. Будем с ними говорить. Просто весь эфир будем задавать вопросы. Мы очень хотим вас услышать. Спасибо большое, что вы сейчас в Мариуполе собрались. Что вы не только зрители сегодня, но и участники программы. Ром, а губернатор Тарута и мэр Мариуполя, Хатлубей, они есть на площадке? Меня отсюда из студии не видно. Я просил, давайте мы ловим сюда. Герои! 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 Нам сейчас картинку показали. На самом деле, я так понимаю, что нет двух людей, которых мы приглашали. Сергей Алексеевич, Юрий Юрьевич, мы приглашали вас на программу именно с вами. С губернатором, с мэром. Мы очень хотели бы поговорить о ее восстановлении Донбасса. В том числе именно к вам у нас очень много вопросов. Ну, я знаю, что вы нас смотрите. Так что, ну, просто приходите на эту площадку. Будет возможно с вами поговорить. Что думают по этому поводу? Сами военные. Давайте их спросим. Да, проходите, пожалуйста, в студию. Константин Матейченко, командир батальона Артемовск и одновременно глава Артемовской администрации. Его вот сюда, пожалуйста, направо. И Борислав Береза, один из лидеров правого сектора. К вам обоим вопросов. Вот мы начали эфир. Наши корреспонденты говорят... А вы так немножко развернитесь, да, будет удобнее. Нет, нет, вот немножко так. Спасибо. Мы начали эфир. Наши корреспонденты говорят о том, что продолжаются обстрелы. А что это означает? Означает, что перемирие пытаются сорвать осознанно? Или что провоцируют украинские войска? Как вы это оцените? Давайте не путать названия. В данный момент отсутствует перемирие. В данный момент присутствует прекращение огня. Временное прекращение огня. И никто особенно не рассчитывал на то, что бандиты и российские войска будут себя сдерживать. Но никто не думал, что они так быстро его нарушат. Вот это действительно вызывает удивление. То есть, на самом деле, это прекращение огня было необходимо и им, и нам. Поэтому никто не понимает, зачем они сейчас это делают. Что вы думаете о прекращении огня и о том, что его нарушают? Вы знаете, я думаю о том, что мы же о чем-то и договорились в политике. Но, насколько я знаю и владею информацию, последние эти три месяца люди, скажем так, я их называю всегда уродами, просто тупо получали деньги. После того, как он делает залп. И вот представьте, сейчас он лишается этого заработка. Поэтому где-то втихаря, без всякого контроля, выезжают с миномета, выстрелили. Понятно, как они обстреливали жилые кварталы Донецка, Горловка, так они сейчас обстреливают позиции наших войск. Поймите правильно, перемирие может быть это, дай бог. То, что сейчас идет, но я надеюсь, что это все-таки будут единичные моменты, которые все-таки, если уж действительно верхи договорятся, то это прекратится. Я правильно вас услышал, что вы считаете, что это нереальное окончание войны, что мы к нему не близки, что это просто передышка? Я обозреваю, что да. Потому что слишком много сил с той стороны, которая не хочет завершения военных действий на востоке Украины. Я бы очень хотел, чтобы мирное время пришло в Украину. Я бы очень хотел, чтобы мир поселился в украинских домах. Я более чем кто-либо другой хотел бы, чтобы патриоты Украины перестали отдавать свою жизнь за территориальную целостность Украины, а восстанавливали бы нашу страну. Каждый из нас хотел бы этого. Конечно. Но я не очень сильно верю тем людям, которые обманывали нас очень много раз. Начиная от нарушения международных Будапештских соглашений и кончая ложью при выводе наших войск по гуманитарному коридору, в кавычках, в котором погибло такое количество людей. Наших людей. Вот у меня вопрос, можно ли после всего этого им доверять? Я думаю, что нет. Если у вас доверие, надежда может быть хотя бы. Да, временное перемирие. Но есть такое выражение, как ничего не бывает такого постоянного, как временное. Поэтому с этой риторики, знаете, как говорится, посмотрим, что оно будет. В любом случае, мир это прежде всего. И к миру надо стремиться, какими бы путями ни стремиться. Через временное перемирие, через какие-то договоренности, через достижения, какие-то цели. Но он должен когда-то наступить. Ну вот как раз весь эфир будем говорить сегодня об этом. И с политиками, и с гостями в студии. Каков он мир? Как долго он продлится? Какую цену мы за это заплатили? И давайте сейчас вспомним очень ненадолго. А с чем, собственно, договорились в Минске? Ну вот только сегодня, с задержкой в два дня. Мы смогли увидеть сам документ. Вот он, его опубликовало ОБСЕ на своем сайте. Важно отметить, что это не договор. А пока всего лишь протокол, который демонстрирует намерение договориться. Ну вот, образно говоря, это не мир, а только шаги к миру. На документе пять подписей от украинской стороны Леонида Кучмы. Экс-президент. Лицо неофициальное. И в социальных сетях мы смотрели сегодня. Очень многое об этом пишут в Фейсбуке. Люди задаются вопросом, ну а какую силу имеет его автограф? Каковы его полномочия? Ну, в любом случае. Документ подписан, и вот его текст. Всего 12 пунктов. Среди них как долгожданные, так и, ну скажем так, спорные. То, что не вызывает вопросов. Немедленное прекращение огня с обеих сторон. Контроль, соблюдается ли перемирие, отдали ОБСЕ. Договорились освободить всех заложников и вывести все незаконные вооруженные формирования, боевиков и наемников, военную технику с территории Украины. То, о чем сегодня спорят, это договоренности о децентрализации власти. Ведь в документе упоминается особый статус Донецкой и Луганской областей. Ну вот хотя, что означает этот термин? И не получится ли так, что пользуясь этим новым статусом, ну если его примут, сепаратисты получат право вета на решения, принимаемые в Киеве. Ну еще там есть пункт об амнистии, он тоже вызывает вопросы. И главное из них, попадут ли под нее те, кто совершал военные преступления. Пытал, расстреливал заложников. В документе оговорки такой нет. Президент Украины признает, что в Минском протоколе учтены и его личные предложения, и пожелания Путина, которые, как сказал хозяин Кремля, он набросал по пути в Монголию. Скажите, а вот у вас какие вопросы возникли к этому документу, к тем пунктам, которые в нем закреплены? Ну, главный вопрос у меня возник по амнистии. Я хотел бы понимать, что значит амнистия. И действительно, получается, что убийцы, маньяки, которые там присутствовали в больших количествах, да и сейчас есть те люди, которые фотографируются буквально несколько дней назад на фоне погибших героев Украины, они что, будут дальше спокойно жить, они будут ходить по земле, никто не будет за это наказывать, и они будут дальше жить в нашем обществе? Как они будут интегрированы в нашем обществе? Это всегда была такая оговорка, кроме людей, совершивших военные преступления, или нет сейчас? И вот это самый главный вопрос, который у меня, ну, как бы к этому соглашению. Я вообще тяжело представляю, я бы хотел спросить у комбата Артемовского, готов ли он пожать руку тем людям, которые расстреливали бойцов, воюющих на украинской стороне? Я бы заявил, что он ответит нет, потому что ни один нормальный человек... Давайте спросим. Давайте. Руку сжатия убийцы и преступникам никогда не будут. Но подчеркиваю, в любом случае дипломатия, анатонная дипломатия, чтобы прекратить где-то в чем-то жертвы, прежде всего, мирного оселения, для этого пусть ищут любые пути выхода из сложившейся ситуации. И если уже всегда шличут, что такое слово «война»? Это крайне иное продолжение политики. И вот когда они уже действительно не договорятся, если они уже сели за стол переговора, тогда уже заговорят гармон. Вы знаете, наши режиссеры сейчас просто дали вот этот документ на экран, если зрителям видно, крупно, правый экран, там есть подпись посла России в Украине, господина Зурабова. Ну и есть еще один важный вопрос. Означает ли подпись посла России под документом то, что Путин согласен с каждым пунктом этого плана, что Москва его выполнять будет? Ну вот даже если верить в искренность Белокаменной, большой вопрос, подчиняться ли ей сами боевики? Вот сегодня уже один из лидеров заявил, что на следующей встрече в Минске он потребует независимости для самопровозглашенных республик. Не случится ли так, что боевики спровоцируют своими обстрелами украинские войска, чтобы сорвать и без того хрупкие договоренности? Ну вот люди, которые шесть месяцев воевали, они почувствовали себя хозяевами Донбасса, вряд ли они горят желанием мирно жить в составе Украины. Как вы считаете, могут быть провокации? Могут, но у меня еще один вопрос. Скажите, пожалуйста, в соглашении указано, что выведены будут все наемники и военные части со стороны из Украины. Я так понимаю, что Российская Федерация признала то, что ее наемники и военные части находятся на территории Украины, раз они будут выведены, или куда они будут выведены? Вот этот вопрос господину Зурабову хотелось бы понять. Если так, то тогда мы видим на лицо факт международной агрессии. И он зафиксирован документом, подписанный послом Российской Федерации в Украине. Вы знаете, куда большая проблема, что режим перемирия нарушен. Сегодня ночью Мариуполь был обстрелян. Мы начали с этого программу. Ярослав Кречко, наш корреспондент. Давайте вызовем его на связь. Он находится в Мариуполе. Он готов нам рассказать подробности. Ярослав, итак, подробнее о том, как же это было. Да, Дим, мы сейчас находимся вместе с бойцами, которые были непосредственно под артиллерийским обстрелом под Мариуполем. И вот давайте послушаем с первых уст, что это было, как это было. Есть ли раненые среди наших, есть потери. Ну, и как это было, что вы чувствовали? Вчера, близко 11.00 вечера, начался обстрел с использованием градов нашего блокпосту, который расположен в направлении Новоазовска, который продолжал до 2.00 ночи. До того времени, когда у ответ начала работать наша артиллерия, на счастье, среди наших военных втрат нет, за выключением одного пораненого и легкопошкодженного БТР. А вот среди мирного населения, один из снарядов влучил в жертвовый дом, в котором загинула женщина, насколько мне известно. Также другой снаряд влучил в автозаправную станцию, которая в чем сгорела. Ну, вот потеряли, нет, я так понимаю, есть один раненый. Сейчас какая-то обстановка, вот мы находимся здесь, что мы видим? Сейчас мы ожидаем обстрелив знову и ждем, на подготовке все знаходятся. То есть, как бы, в любую минуту, да, может прилететь, потому что не соблюдают они перемирие, да? Нет, перемирие это совсем формальность, ни в раке перемирие не может быть мова, обстрел может начаться в будь-який момент, особенно они полюбляют сепаратисты в вечерние годы, або где-то так под ранок, в годы 6. Тогда самое время ждать обстрелив. Но мы готовы им ответить? Все зависит от нашего командования. Ярослав, мы сейчас спросим... Оскільки оно готово принятие меры и идти в наступ. Ярослав, мы сейчас эти же вопросы зададим тем, кто собрался в Мариуполе на площади. Ром, вам слово, что люди думают, что люди говорят? И скажи, кто там рядом с тобой? На площади, как видите, это бойцы батальона территориальной обороны Мариуполи, вот старший среди ребят Иван. Мы сейчас зададим эти вопросы Ивану, и, собственно, он слышал их, как и мы все. Иван, вот расскажите нам, какая ситуация сейчас в Мариуполе? Мы слышали полчаса назад залпы артиллерийских орудий. Что это за залпы? Кто стрелял? Обстреливали боевики или российские войска наш родной город. И делают они действительно это или ночью, или под утро. Это еще раз подтверждает то, что, ну, собственно, никакого перемирия нет на самом деле. И вы продолжаете ожидать штурма. Перемирие Путина – это фикция. И мы это знаем. А вот слышите, как люди реагируют? Дайте им... Мы еще поговорим с людьми. Иван, ваше подразделение сформировано именно для защиты Мариуполя, правильно? Скажите, пожалуйста, почему вы его решили создать? Поскольку я знаю, что оно создано недавно. Подразделение действительно создано недавно. Вы верите в то, что вас способны защитить? Или вы теперь надеетесь только на себя, и потому создаете такие подразделения? Это наша земля. А кто защитит ее? Кто, если не мы? Поэтому я уверен в это, что мы сами сможем себя защитить. А насколько ваше подразделение укомплектовано? Имеется ли у вас оружие? У нас нет оружия, а комплектование продолжается. А кто вас комплектует? Громада. Добровольцы. К нам едут добровольцы, просятся с других городов. Ну и вот по поводу добровольцев, по поводу того, как горожане помогают своему родному батальону. Вот здесь, рядом со мной мы видим, это волонтеры, Ирина. У вас в руках, Ирина, рисунки. И мы видим, что я знаю точно, что вы пришли сюда не с пустыми руками. И в этом мешке также очень необходимы вашим бойцам вещи. Расскажите, пожалуйста. Да, сегодня сотни женщин объединила одна большая беда. В наш дом пришла война. Мы не можем взять в руки оружие, защищать наших детей и наши дома. Мы можем помогать руками. И сегодня наш, так называемый, мы в шутку называем его батальон Кикимор, мы занимаемся плетением маскировочных костюмов. Я, пожалуй, сейчас выйду из кадра, чтобы вы лучше видели. Рассказывайте, Ирина. Это, я так понимаю, маскировочный костюм. Да, это маскировочный костюм, который одевают разведчики, снайпера. Это очень дорогая штука, как бы, покупать. Мы покупаем все за деньги волонтеров, денег не так много. И таким образом пытаемся экономить. На сетку навязываем ниточку. Каждый узелок – это оберег для наших ребят, чтобы он оберегал их и защищал от пуль, от осколков. Ну, вручайте же уже. Да, и хотим подарить нашим бойцам, которые сегодня защищают наш город. Дарите. Да нет, ничего себе. Ром, спасибо большое вам, спасибо большое волонтерам. Спасибо большое волонтерам, спасибо большое вам. Мы возвращаемся в студию. На самом деле, потому что важную тему затронули. Вот, посмотрите, эти ребята, они без оружия. Ну, в эти дни, буквально вчера появилась статья в газете «Зеркало недели». Я ее специально в студию принес. Статья довольно резонансная. Я хотел с вами обоими ее обсудить. Статья говорилась о том, что наше Министерство обороны зарабатывает на агрессии России против Украины. Вместо того, чтобы отдавать оружие и технику на передовую, через посредников торгуют украинскими военными запасами. Ну, доходит до абсурда. Волонтерам приходится все покупать. Покупать необходимое у нашего же Министерства обороны, чтобы обеспечить фронт. Что вы об этом думаете? Знаете, сейчас, честно говоря, у меня даже мысли нет, чтобы сформировать. Но я не могу сформулировать. Потому что, ну, если это правда, то это подсудимое дело. Знаете, газета авторитетна. Это не интернет. Ну, нет основания не верить. Знаете, иногда в интернет веришь больше, чем в газете. Более того, «Зеркало недели» я доверяю очень сильно. Там есть несколько авторов, которых я сам читаю. Это и Юлия Мостовая, и Вергелия Солик. То есть, есть очень большое количество авторов, которых я с удовольствием там читаю. Но для меня это, ну, что-то из разряда невероятного. То есть, поверить в это очень тяжело. Но если таковой факт является, то это причина не только для расследования, но и достаточно быстрого наказания, которое должно последовать. Если же нет, ну, тогда надо выпускать опровержение. Вообще, во время войны, а у нас война сейчас, надо быть очень аккуратно со словами. Потому что моральный дух убивается не только снаружи, но и изнутри. Насколько возможно, вы верите в то, что Министерство обороны, журналисты факты приводят, приводят слова, может в военное время торговать оружием? Не отправляемо на то, что верить или не верить, ну, это такое дело. Есть ли у вас факты, слышали ли вы об этом? Нет, лично я об этом не слышал, я не вращаюсь в тех кругах. Ну, я, вы знаете, человек простой, хочу сказать так. Найти таких 10 чиновников, поставить на площади, расстрелять. И вопрос ущерб. Казалось бы, да, жестко, но правильно я сказал, война. А мы торгуем, торгуем, когда из-за нехватки этих средств гибнут наши ребята. Когда мир не можем, гибнут мирные граждане, когда не можем, в конце концов, найти поразумение. Ведь почему идет война? Да потому что мы слабы. Потому что у нас, по сути, армии за эти 23 года, по сути, нет. Отдельные какие-то реальные боевые подразделения, которые я своими глазами видел. Но это же нельзя назвать, что это отдельные подразделения являются всеми вооруженными силами. Да вот тут, извините, Министерство обороны здесь, в Киеве, просто разогнать надо. Просто разогнать и оставить реальные боевые единицы, которые сделают больше, чем вот эта вся эта громада, которую надо просто кормить. А чиновников? Ну, вы знаете, по поводу чиновников, извините, по поводу чиновников. Мы приглашали в эту студию представителей правительства. Огромное количество писем написали, ну вот там целая пачка у наших продюсеров. Ждали нескольких министров, обещали прийти. На самом деле я понимаю, что по состоянию на сейчас никто не подтверждает. Ну, господа, вы насмотрите сейчас. Есть еще время, программа длинная. Просто приходите в студию и прерву. Сейчас вас у нас есть у Ярослава Кречко. Боец, который тоже хочет сказать по поводу оружия, ему есть что добавить. Ярик, дай слово человеку, пожалуйста. Да, я коротко представлю, эти бойцы, с которыми мы здесь находимся, они занимали укрепрайон в поселке Широкино. Вчера мы там были, укрепрайон сейчас не контролируется ни нашими, ни российскими войсками. И вот вы своими глазами видели, против кого вы воюете, какая у них техника, какая у нас техника. Вот силы равные. Силы, на жаль, не ревни. Российская армия преважает и в кількости, и в якости по технице. У нас техника старейшая, в них новейшая, ее больше, и армия в них организованнейшая, чем наша. Ну, вот что именно, что конкретно вы видели, какую технику, что нам не хватает, что вам не хватает, вот вы были в бою, что не хватает? Не хватает артиллерии, не хватает бронетехники, не хватает взаимодействия с авиацией. Это главное. Большие калибры в этой войне решают многое. У них, какая у них ситуация? Что вы видели своими глазами? Нам рассказывали о танках Т-80 новых, в то время, когда наши бойцы наступали на старых Т-64. Да, танки у них самые новейшие разработки, это действительно Т-80. Они в достаточном количестве, они их не жалеют, они могут себе позволить пополнять все время свою бронетехнику, подкрепливать из-за кордона с Россией. Техника самая новейшая. Т-80, БТР последнего образа российского, вплоть до стрелецкой сброи у пехотинцев. У нас? Вот вы можете сейчас сказать, обратиться к командованию, что конкретно не хватает? Ну вот у нас конкретно в моей роте, в моем педрозделе БРАСа не хватает. У нас нет ни одного танка, нет ни одного БТР тяжелого бронетехники, нет. Не говоря уже о каких-нибудь минометах 80-го калибра, которые должны быть обязательно в пехотном подразделении. Вы слышите, что человек говорит, на самом деле люди стоят на обороне, у них нет тяжелой техники. Так это говорит, подтверждает очередной раз, что то, что сказал сейчас комбат, он абсолютно прав. Только не надо собирать 10 человек, не надо так долго ждать. Первых, которых поймали, одного, двух, трех, пятерых вывести, публичный расстрел, трансляться на всех каналах. Говорите жестоко? В Китае, говорят, стимулирует очень сильно. И после этого чиновники хотят меньше бронетехники. Берут, но значительно меньше. По поводу чиновников, вы критикуете правительство действительное, вы не за что критиковать, потому что... Я хочу сказать про Министерство обороны. Дело в том, что его невозможно ни реформировать, ни реструктуризировать. Единственное, что возможно сделать, это выстроить новое Министерство обороны. Может быть на базе РНБО, может быть на базе другого. Нужно создавать с нуля. Те люди, которые там, в данный момент не поддаются исправлению. Знаете, у меня чувство, что проблема не столько в Министерстве обороны. Мы будем говорить об этом сегодня со всеми гостями, сколько в правительстве в целом. Мы потеряли 6 месяцев. За эти 6 месяцев не проведены реформы. Если, ну вот, есть два вызова у нас. Первый вызов, чтобы использовать эту передышку для того, чтобы армию как-то оснастить. Второй вызов реформа экономики. Мы сегодня ждем Михаила Сякашвили. В эфире он будет говорить, что в условиях войны они реформировали экономику. У нас этого не происходит. Я знаю, что правый сектор пойдет в парламент. С чем вы идете? Вы готовы будете это все менять? Во-первых, я официально сообщаю, что партия «Правый сектор» идет на выборы. Это раз. Второе. Партия «Правый сектор» на сегодняшний день будет идти с тремя основными позициями. Это державность, гражданские свободы и экономика. Державность – это для нас незыблемая ценность как территориальная целостность Украины. Гражданские свободы – это мы считаем, что граждане Украины должны получать то, что записано в Конституции. Притом получать, а не только виртуально считаться. Также мы считаем, что право на ношение и хранение оружия – это право свободного гражданина. И оно должно быть законодательно закреплено за ним. А не так, как существует сейчас, когда бандиты могут легко достать оружие, а гражданин Украины лишен этой возможности. Также мы считаем, что необходимо восстанавливать экономику. На сегодняшний день подготовлено достаточно большое количество, целый пакет экономических реформ, которые мы подготавливали при помощи международных компетентных помощников. Многие из которых являются личностями с мировыми именами. Так вот, они сказали, что при этом правительстве реализовать ничего в Украине невозможно. А Каха Бендукидзе буквально месяц назад сказал, что Украина поставила рекорд по идиотизму, мировой рекорд. Потому что, имея такой потенциал, повторно, как в 2004 году, так и сейчас в 2014, не реализовано ничего из того, что могло бы быть. Скажите, вы со свободой объединитесь, вы вместе пойдете. Нет, правый сектор не будет объединяться со свободой. Более того, о наших списках, о наших персоналях, которые пойдут, а также о всех схемах, которые мы будем использовать, мы сообщим чуть позже после нашего съезда, который произойдет 13-го числа. До этого времени, я могу сказать точно, со свободой мы объединяться не будем. Мы не враги, но и не настолько наши близкие позиции, чтобы идти в парламент вместе. Понятно, давайте от политики к войне вернемся к тому, что происходит. Боевики на захваченных территориях начали массово раздавать российские паспорта. Вот об этом заявляют сегодня и в Совете национальной безопасности, и в постоянном представительстве Украины при ООН. Приходит даже информация, что зарплату в некоторых населенных пунктах уже начинают выдавать рублями. Ну, что здесь правда, что нет, проверить сложно. Украинских журналистов там не жалуют. Как живут по ту сторону фронта? Ситуация за минувшие сутки из уст жителей оккупированных городов. У людей паника большая. Люди не верят в то, что будет перемирие, будет мир. Были автоматные очереди, там я не знаю, что это, с чем это связано. Но по городу были автоматные очереди. Так, в городе очень много находится БНР. В техниках в городе есть, в станке есть БТР. Где-то в районе, по времени около 12 ночи, и позже со стороны аэропорта были слышны глухие выстрелы и продолжительные. И под утро тоже были слышны артиллерийские. Не выстрелы из стрелкового оружия, а артиллерийские. То есть это была перестрелка винометная или какая-то артиллерийскими снарядами. Ждем каждую минуту, что он возобновится. Потому что ночью стреляли около аэропорта. Так что перемирия не соблюдать. В городе Донецке тихо. Мы сейчас счастливы этим миром, пусть даже кратковременным, краткосрочным. Может быть за это время нашим людям хотя бы пенсии и зарплаты выплатят, чтобы привезли продовольствие в город. И самое главное это лекарства. У нас не хватает лекарств катастрофически. Аптеки пустые. Днем сегодня, в общем-то, тихо. Со стороны аэропорта иногда доносятся какие-то далекие взрывы или выстрелы. Непонятно. Ворота, например, сейчас отсутствует, но ее дают по вечерам. Все остальное вроде в порядке. До обеда, до часа до двух сегодняшнего дня было относительно тихо. А вот после часа, после двух, снова раздавали взрывы из города. Так как звуки взрывов раздавались в другую сторону. Мы попали, не влежащие. И поселка, в карбонит, золотое. Там, где сейчас находится блокпосты национальной гвардии. И еще последняя новость в городе, что исчез смерть. Ночью были боевые действия. Это было где-то до двух часов ночи. Потом было спокойно и весь день как бы все вроде нормально было. Сегодня не было прохода никакой техники. Люди ведут себя спокойно, ходят в магазины. Никаких российских рублей, никаких паспортов нет. Все идет украинская, и гривна, и паспорта. И о ситуации в Донецке мы узнаем от нашего корреспондента Ирины Баглай. Буквально с минуты на минуту мы сможем вывести ее в эфир. Но у меня к вам короткий заключительный вопрос. У нас сегодня и политики смотрят, пусть и на эфиры не ходят. И люди смотрят в Мариуполе достаточно много. Что бы вы хотели им сказать? Что самое важное стоит сейчас донести до всех, кто живет в этом состоянии? Ни мира, ни войны. Жить надо только с верой. С верой в лучшие. И знаете, как говорят, хочешь мира, готовься к войне. Я вот это, вы знаете, только мы поговорили о Министерстве обороны. Ну не так все плохо. С одной стороны, вроде бы как буквально месяц назад у нас был конверсионный БРДМ. Это те, которые продавали фермерам и так далее. Нам дали подразделение. Я не мог пушку на него выпросить в Министерстве обороны. Хотя у нас в Артемовске две базы стоит. Вы знаете, ходил как попрошайка. Нет. А буквально вот после событий в Яловайске, я прямой текстом скажу, когда жареный петух в одно место клюнул, в нашем батальону выдали БРДМ, выдали БРМки, танки выдали. Я всем говорю, а где же вы были два месяца назад? И это выдавали те генералы, которые мне две недели месяц назад не могли даже пушку дать на БРДМ. Я говорю, да если бы не дали эти танки два месяца назад, я бы месяц назад силами собственного батальона Артемовск взял бы горловку. Поверьте. И вот сейчас, я подчеркиваю, сейчас перемирие. Выдали это тяжелое вооружение до перемирия. Но сейчас мы готовимся. Я хочу заверить всем, что, по крайней мере, как и Артемовск, наверное, и другие таки же города под надежной охраной, под надежной обороной. И даже если это перемирие останется только на бумаге, я еще раз говорю, мы за себя постоим. Ир, есть ли у нас связь с Ириной Баглай? Хорошо, ждем ее тогда с минуты на минуту. Борислав, ваше слово, кратко. Мы украинцы, нация мирная. Но у нас достаточно хорошая память. И то, что у нас казачьи, мы помним хорошо. Мы умеем не только землю пахать, но и защищаться. Нападать мы на них никого не будем. А землю свою никому не отдадим. Поэтому в Украине будет мир. Хочет от этого враг или не хочет. Так хотим мы украинцы. И я считаю, что мы этого достойны. Спасибо, коллеги. Есть ли у нас связь с Донецком? Что там? Хорошо, давайте сейчас посмотрим сюжет, который подготовила Ирина Баглай. Ну, а после этого сюжета наладим связь и поговорим с ней. Этой ночью в Донецке продолжалась стрельба. Ирина Баглай, во всем, что происходит, вокруг ключевой точки аэропорта. Мы подъезжаем к оккупированному Донецку. Блокпост. Украинский флаг. А значит, здесь наши войска. Уже слышно, линия фронта совсем близко. Вот так. Под аккомпанемент взрывов готовят обед. Что там? Нас попали на Альбию. На самой передовой под Донецком. Нас угощают, но не просто так. Что-то у наших горит. И по военным попали по нашему. Военные не говорят, но мы понимаем. Нас на время придерживают. Чем могли попасть? Мины. Времени на разговоры не остается. Короткое затишье быстро заканчивается. Мы выезжаем с предкрайнего блокпоста под Донецком. Двигаемся в сторону крайнего блокпоста. Это уже Донецк. Это Куйбышевский район. На границе с Донецким аэродромом, который остается под контролем украинской армии. Но сегодня мы видели, как постоянно его обстреливают. Здесь скорость должна быть как минимум 140 километров. Здесь один раненый. Всего полчаса назад блокпост в очередной раз обстреляли из миномета. Базируются в обычных домах. А жильцы где? Они жили в подвале, потом они уехали. Ну а как на вас отреагировали? Нормально. То, что вот вы в их доме. Говорят, живи, пользуйтесь, обороняйте дверь. Ребята удивляются. К ним редко кто доезжает. Нет, серьезно. Вы хотите переночевать? Главная опасность – небо. От осколков мин на открытой местности не укрыться. Разлетаются на 500 метров. Все дома в округе посечены ими. Не боитесь вот этого под обстрелом виноград кушать? А что делать? Не, очень вкусный виноград. Тот день, когда он поспел, прилетело вражеское мнение. У вас и ДНР смотрим каждый день. И как? Ну там мы посмотрели недавно, что мы умерли все. Договорить не успели. Команда в укрытие. Снова обстрел. Вот так короткая затяжья прерывается огнем с той стороны и наши бойцы дают свет. Это СПГ. Противотанковая... Станковая противотанковая гранатома. Ощущение, что они приближаются к этой конфликтам? В каких ситуациях? Станя, прицел поставь выше! Передвигаться? Телекомплект! Прицел на 800! Четко, жлушка идет! По середине, между столбами! Станя, молодец! Еще туда! Все, слушай! Что такое дужка? Это очень серьезная машина. В нынешних условиях используется для единственного, для подавления противника огнем, чтобы он не подошел ближе. По всей вероятности, это слабо, потому что они используют так, как они подходят, обстрелят с минометов, зушек. Возьмите полметра, расстояние было на сколько приближился к мраку, сядутся? Нет, мрак приближился на 4 метра. На 4 метра? Вообще практически подойдет. Долго. Очередная, бессмысленная, порывная атака. Уже четвертая за сегодняшний день. На знакомство времени мало, делаем для себя открытие. Только остались русскоязычные украинские националисты, то бишь мы. Красноармейст. Донецк. Макеевка. На ходу учимся различать, кто стреляет. Это уже ближе? В принципе там же. В принципе может даже и наши ответный огонь ведут, но пока не слышно разрывов с той стороны. Полет мины секунд 30-40 занимает. Если вы слышали свист, максимум 3-4 секунды. Надо попасть в окоп, да. Между перестрелками бойцы умудряются найти хотя бы 5 минут для семьи. Если попа рядом, не знаю, что можно вредничать или что. Хорош, давай вредничать, давай в школу. Папа тебе любая и сильно-сильно любая. С сумерками обстрелы стихают. Боевики ночью или отдыхают, или у них ротация. Но вы не устали у тебя машину? И что? Что? Встали, хочется мира, но хочется, чтобы Донбасс был украинский. Это как бы мой дом, я тут живу. И буду жить. И буду жить. А как вы думаете, Донбасс вообще, Луганск и Донецк не потеряны для Украины? Нет. Нет? До тех пор, покуда мы держим в руках оружие, эти регионы для Украины не потеряны. Отступать ни в коем случае. Ждут, подойдет подкрепление. Ждут уже второй месяц. Слышит слово перемирие и усталость. Перемешку с разочарованием, как будто придавливает их сверху. В предыдущей перемирии обошлось не только в человеческой жизни. Дальше что? Стена перемирия это пока. Если перемирие, сейчас эти все переговоры о перемирии, действительно, дай бог, приведут к легитимизации ГНР и ЛНР, мы получим власть на по-своейскую профессию. Неожиданно командир берет в руки гитару. Слышишь, по гитаре попали, по одной. Минералку разбили, гранатомат разбили, гитару разбили. Вы хоть немного здесь отдыхаете? Где-то еще в конце июля, когда мы только зашли, был первый штурм, случился КПС, потом нам дали приказ отойти. Потом они раздленились, где-то месяц уже ночью по темноте не работают вообще. В темноте подходим к боевой разведывательной машине. Этой ночью она моя крыша. Пошел. Да, сейчас доберись. Безрецкие движения? Вот, а тут я смотрю, ложа царская прямо. Отсюда. В отличие, например, то есть в БМП во втором армейском, там есть хотя бы задние люки какие-то. Танки есть, нижние люки даже для эвакуации. Тут нету ничего. Будем надеяться, что эта ночь будет спокойной. На подушку дальше. Просыпаемся с восходом солнца. Вокруг тихо. Удается позавтракать. Такой завтрак. Ночь сегодня была спокойная. Слава Богу, обошлось. Надеюсь, мы еще с 85-й с днем очень хорошо работаем. В блиндаже небольшое собрание. На картах отмечают новые позиции после вчерашнего боя. Ребят, спасибо вам за прием. Ужать еще. Приедем. Спасибо, ребята. Спасибо. Мы уезжаем. Те же, кто остаются в этот момент, не знают, что начнется режим прекращения огня. И что следующей ночью, несмотря на это, боевики снова ударят по украинским блокпостам. Заблокированные в Донецком аэропорту десантники продолжают держать оборону. Те, кто на переднем крае, отступать не собираются. Это их дом. Ирина Баглай, Александр Данилов, Василий Сачук и Светлана Трунова. Подробности недели. Телеканал Интер. Ну вот такие они. Фронтовые будни. Беспрекрас. Борислав тут, когда сюжет шел, мы смотрели вместе внимательно. Сказал героическая девушка. Героическая девушка. Ирина Баглай с нами на связи. Ириш, очень кратко. Что сейчас происходит в Донецке? Какие последние данные? Да, Дима. Соблюдение режима прекращения огня боевиками в Донецке говорить не приходится. Мы держим связь с бойцами, которые там на передовой. Только что нам сказали, обстрелы со стороны боевиков сейчас ведутся. Именно сейчас. Ночью аэропорт снова пытались штурмовать. Массированный артиллерийский огонь террористы вели беспрерывно с 3 часов ночи до 9 утра. Оборону продолжают держать наши десантники. Огонь террористы ведут также и по украинским блокпостам на подходах к городу. Тишина сохранялась здесь недолго. Буквально вчерашний день. И уже с утра, как сообщают местные жители, из центра начался обстрел города из систем ГРАД. Очевидно, что огонь ведут те, кто и оккупировал город. Террористы ДНР. Обстреливали также Красногоровку и Новотроицкое. С боку украинских войск дотримается полностью цей мораторий. Есть одинаковые случаи, когда террористы все-таки обстреливают блокпосты украинских войсковок. Были обстрелены блокпосты поблизости Донецка и блокпосты национальной власти. Я думаю, что висновки делает комиссия Незбранная Сила. Наша задача не отвечать огням, хотя оборонный огонь все-таки мы применяем. То, что режим прекращения огня нарушили именно боевики, подтвердили и наблюдатели ОБСЕ. И сегодня появилась информация от наших разведчиков. В селе Безыменное, это юг области, мэр агитирует местных поезжать в Россию. Якобы в ближайшее время село будет обстреливаться. Вот этот прием боевики используют не первый раз и потом сами наносят удары по населенным пунктам. И еще несколько слов о героях нашего сюжета. Это бойцы трех батальонов. Они очень разные. И из Донецка, и из Западной Украины, и военные. И знаете, вот они едины в одном. Победа за нами. Украина это наша родина. И для успешного боя необходимо централизировать управление. Создать единый генеральный штаб. Ириш, мы услышали тебя. Спасибо большое за сюжет и за твое включение. Задай вопрос гостям. Что там в Донецке, те, кто на передовой интересует? Что вы по этому поводу думаете? Чтобы не было разобщенности между подразделениями. И, кстати, еще не сказала, что бойцы говорят, что сейчас не время соревноваться. Кто больше принес побед, кто больше взял городов. Считаете ли вы, что нужно централизировать все-таки управление АТО? Спасибо. По факту оно ведь так и есть. Есть штаб АТО, есть руководство. Единственное, проблема психологии. Проблема психологии вот этих великих начальников. Даже Министерство обороны, Министерство МВД. Проблема в изменении психологии. Вы знаете, я вот маленький пример. Держали оборону Артемовского. Были приданные, приходили сводные отряды милиции. Кроме АКСУ у них ничего не было. Они выходили на блокпосты и говорили, Константин Владимирович, ну что-то дайте. Я им давал гранатометы у меня на вооружении были. Гранатометы, что-то более серьезное, там гранаты оборонительные. Я понимал, что это делать нельзя. Это не по закону. И я когда вот в предыдущий момент говорю, дайте, они говорят, не можем, по закону нельзя. Надо нарушать эти законы. Именно законы, не здравый смысл. Я подчеркиваю, законы мирного времени. И сейчас, даже он есть, этот штаб АТО, но там люди с психологией мирных законов. И менять эту, ломать эту психологию у нас реально боевые действия. Борислав, очень кратко, пожалуйста. Во-первых, я хочу сказать спасибо большое всем журналистам, которые работают в зоне АТО и доносят до нас информацию с передовой. Они рискуют своей жизнью для того, чтобы мы узнали, как все есть. Им действительно большое спасибо. Во-вторых, поклон низкий бойцам, всем тем, кто сейчас защищает территориальную целостность Украины. Потому что если бы не ихняя вера, не ихняя любовь к родине, то, скорее всего, мы бы сейчас здесь не стояли, а здесь бы выщало какой-нибудь Путин ТВ. Поэтому и вам большое спасибо, и всем патриотам, которые сейчас берегут Украину и не щадят своих ни жизни, ни здоровья. А во-вторых, я могу сказать, что я полностью согласен с комбатом, потому что мы не один раз наблюдали моменты, когда батальоны правого сектора, любые другие добровольческие батальоны просят, дайте оружие, дайте патроны. И пока петух не клюнет туда, куда говорил об этом комбат, никто ничего не дает. Вплоть до того доходит, что армейские части не подготовлены. Такое тоже бывает. Но я считаю, что мы победим по любое. У нас нет вариантов. Мы победим. И враг действительно будет повержен. Но для этого нужно не только сила патриотов и усердие патриотов. Для этого нужно, чтобы люди в погонах и без погонах, от которых зависит снабжение наших бойцов, нашей армии, делали все для этого. Спасибо большое за разговор. Я напомню, что у нас есть выездная студия в Мариуполе. Спасибо огромное, что ждете. Мы готовы будем вас услышать, поговорить с вами. Вы сможете задать вопросы нашим гостям. Будет это буквально через несколько минут. Мы прервемся на рекламу, но затем узнаем, что же происходит в Луганске. Узнаем, чем поможет нам НАТО, у людей, которые видели все происходящее на саммите, своими глазами. Ну и, конечно же, поговорим с Мариуполем после рекламы. Это подробности недели. Мы продолжаем. У нас есть оперативная информация из Славянска, но к ней вернемся буквально через несколько минут. Я хочу передать слово Мариуполю. Ром, мы готовы вас услышать. Пожалуйста. Дмитрий, ну пока мы были не на связи, у нас тут появился вот такой вот подарок с восточного блокпоста. Это на окраине Мариуполя. Это вот осколок от некоего снаряда. Мы сейчас узнаем рядом со мной Игорь Конаков. Это боец батальона Днепр-1. Игорь, по вашему мнению, вот от чего этот осколок? Скорее всего, это САУ. Самоходная артиллерийская установка с нее. Ну, такого типа как 2С-3, 2С-5. Но, кроме всего прочего, Игорь, ну, произошла очень неприятная история с Игорем. Его жизнь была просто на волоске. И врачи оценивали шансы на то, что Игорь будет жив и сможет ходить 50 на 50. Но вот Мариуполь делает чудеса, в том числе и медицинского характера. И Игорь ходит, как вы видите, он стоит перед нами. И уже целый час ждет очереди, чтобы вот сказать пару слов. Допустим, чудеса, это не медицинского характера. Медицина вторична. Первична это человеческое отношение. Я просто вижу, как изменились люди Мариуполя буквально за 4-5 месяцев. Если даже полгода назад они, будем говорить, не знали слову гимна нашего. Сейчас, я уверен, у каждого из вас, кто здесь стоит, когда гимн играет наш, когда вы поете гимн, у вас мороз по коже идет. Вы чувствуете просто сейчас общность свою. И поверьте, это будет война за независимость круче, чем в Америке. Это мы будем ценить, наши дети будут это все помнить. И я очень благодарен людям Мариуполя, городскому голове, всей администрации, врачам, всем, санитаркам, всем, кто выходил. Я стою неделя, неделя после операции на позвоночнике, замена позвонка. Неделя. И еще это поддерживает не только вера в людей, а и злость, и то, чтобы вернуться и наказывать тех, кто перевернул нашу с вами жизнь. Сделал самую мирную страну, сделал из нее непонятно что. Игорь, спасибо вам. Спасибо вам за ваши слова. Кроме всего прочего, здесь, ну, все-таки, женщины с детьми, им тяжело, им тяжело. Игорь, я попрошу вас отойти немного. Вот здесь, вы видите... Сделай! 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 Поменитесь местами. А вот, кроме всего прочего, здесь рядом со мной сейчас эти две прекрасные девушки с детьми. Алина из Славянска. Вследствие бомбежек и осады города, она была вынуждена покинуть Славянск. Сейчас она в Мариуполе. Но, казалось бы, в Славянске ситуация уже относительно спокойная. Тем не менее, вы не хотите возвращаться домой. Почему так? Потому что нам понравился этот город. Дай бог, будет все тихо, спокойно, и мы останемся здесь. Здесь возможностей побольше. Ну, а ваш дом в Славянске, он уцелел? Или, может быть, вам некуда возвращаться, Лина? Нет, дом уцелел. У нас там родители, родственники, знакомые. Можно передать привет? Передаю привет всем, кто нас смотрит. Мы за вами очень соскучились, любим, скучаем. Ну, в общем. Спасибо вам большое. Вот Лена из Макеевки. В Макеевке, как вы знаете, тоже неспокойно. Но, в отличие от вашей теперь уже подруги, вы планируете вернуться в родной город? Или также хотите остаться здесь, в Мариуполе? Нет, мы, конечно, планируем вернуться в родной город, потому что у нас там и домы, и родители, и близкие, и родные все. Как бы, здесь тоже у нас много знакомых, и у мужа родственники, но мы планируем вернуться домой все равно. Ну, когда вы оказались здесь волею судьбы, вот так произошло, вы были вынуждены, по сути, бежать, покидая зону боевых действий. Вот здесь отнеслись, как вам отнеслись? То есть, испытали ли вы понимание, ту поддержку, на которую рассчитывали? Да, мы к нам отнеслись очень приветливо. То есть, социальные службы по переселенцам нам и помощь, как бы продуктовую и бытовую химию. И у мужа делали операцию, то есть, у него онкология. Помогли с препаратами и материальные, помогли. И Ульяна Дмитриевна с этого центра разместила объявления в соцсетях о помощи. Ну, как бы... Спасибо вам большое. Мы желаем вам скорейшего возвращения в родной дом. И вот здесь рядом с нами мэр Мариуполя Юрий Хатлубей. Спасибо вам, что вы нашли такое неспокойное время, минуту, чтобы быть здесь рядом с нами. Я услышал обращение Дмитрия. Я скажу честно, сейчас я выполняю четкое поручение нашего губернатора, Сергея Алексеевича Тарута. Вот после обед мы развернули очень большую работу, исходя из тех задач, которые поставила перед нами руководство штаба отток, который находится в аэропорту. Ну, по сути, нам предстоит завтра оперативно, уже с 6 утра, обеспечивать два кольца. Скажите, пожалуйста, вот действительно, а что из себя представляет оборона Мариуполя? Вот город, по сути, в Ассаде, да, вынужден защищаться. Это будет инженерное сооружение, согласно тех задач, которые перед нами поставили военные. Мы стягиваем всю технику и мы выполним четко в сжатые сроки, чтобы обеспечить двойную защиту нашего города. Ну, в городском бюджете, конечно же, как всегда, денег недостаточно. Как откликнулись предприниматели, территориальная громада. Это жители нашего города, в такой же подъеме на наши предприятия. А где-то видел Александр Александрович Олейник, руководитель морского торгового порта. Вот он. Вот я с ним уже сегодня беседовал. Он четко сказал, какую он технику выделяет, чем он поможет. Мы закрепляем... Юрий Юрьевич, ну а вы не боитесь, что, ну если, ну не дай бог, да, но многие ваши коллеги, мэры на Донбассе, они были в такой ситуации, когда каждому из них нужно было делать выбор в определенной ситуации. В данной ситуации мы свой выбор сделали. Наш город единственный, где прошли выборы президента Украины. И наши жители показали как раз пример патриотизма. Вот они пришли, несмотря на то, что у нас в это время была банда, так называемая Чечена, вооруженная. Они ходили, запугивали наших руководителей участковых комиссий, но тем не менее с 216 участков 203 открылись, и мы провели полноценные выборы. Наш город особенный, и настрой людей как раз вот нас, он, как говорится, стимулирует на то, чтобы более активно заниматься всеми вопросами. Вы знаете, мне кажется... Спасибо большое, Ром, спасибо большое и тебе, и мэру. Ну, на самом деле, все, все вы чиновники вот так, после того, как мы обращаемся к ним по телевизору, просто приходили и говорили, говорили о том, чем они занимаются, то, что их волнует. Спасибо большое еще раз мэру, ну и важным делом он сейчас занят, оборона, оборона Мариуполя. Есть срочная новость. В центре Славянска снова прогремели взрывы, это произошло возле одного из ювелирных магазинов, пострадали два человека, на место сразу же прибыли бойцы батальона «Киев-1», помогли эвакуировать людей, организовать медицинскую помощь. Мы связывались вот только что буквально с командиром батальона Виталием Старенко, и вот что он нам рассказал. В Славянске произошел взрыв, он произошел в киоске, который граничил с ювелирным, это была ювелирная мастерская, в которой находился газовый баллон и газовая горелка. Ну, наверное, в силу неаккуратного обращения этот баллон взорвался, то есть никаких там терактов не было. Наши ребята реагировали, выяснили все обстоятельства этого взрыва. Ну, сейчас работают другие службы, все спокойно, все нормально. Ну, я хотел бы к представителям правительства обратиться. Сегодня много критики в вашей адрес звучит. Приходите, мы еще где-то час-полтора, может быть, два в эфире. Есть трибуна, есть место, есть микрофон. Давайте общаться, давайте не прятаться. Идем дальше. Всех на всех. Обмен пленными. Реальный процесс пошел только сегодня. Отпущены на свободу. Первое, ну, всего лишь 15 украинских пленных, ну, а всего их как минимум 680 человек. Это одни данные, но другие переговорщики считают, что эта цифра намного выше. Мы смогли пообщаться с одним из переговорщиков и закрыли его лицо, чтобы не навредить процессу переговоров. Две тысячи как минимумов в плену находятся. На мой взгляд, за столь короткий период времени, который прошел с момента подписания технических договоренностей, физически невозможно было собрать колонну военнопленных, как было заявлено. Прошла информация, что СБУ передало список, список, в котором 200 человек. За короткий период времени, да, о котором я говорил, невозможно, не просто физически невозможно собрать везде у всех тюремщиков, наших ребят, наших ребят, которые находятся против своей воли в плену. Ну, вот такие переговорщики в основном и занимаются спасением наших ребят. Им зачастую проще договориться с боевиками об обмене. Моя коллега Людмила Горбач о том, на что приходится идти, чтобы вернуть пленных домой. Так выглядит самый ответственный момент передачи военнопленных. Переговоры с захватившими их казаками вели ветераны-афганцы. Большое спасибо за обмен, за еще нормальное отношение к плену. Но есть и другие ситуации, за которые точно не скажешь спасибо. Раненый украинский военный кричит от боли, а его в это время допрашивают. О полноценной медицинской помощи речь даже не идет. А о чем вы ехали? Как вы заправлялись? Там позавчера колонна шла. Ну, соберись, соберись, не плыви. Мы сейчас тебя взбодрим. Есть метод, б***ь. Дмитрий и Руслан – те, кто вырвался из плена. Они провели месяц в славянском СБУ. Тактика боевиков – сначала пытаются сломать психологически. Потом могут и физическую силу применить. Заходили, в 6 утра заходили, так они включали гимн России. Заходили туда, ну, заходили к нам в камеру и говорили, ну, что вы учили, то вставайте, пойте, мы отказывались. Сейчас самое большее, чего я хочу, чтобы их уже никуда не отправляли, чтобы он уже был дома с нами, с семьей. Еще раз такого больше не переживу. Но этого никому, ни военным, ни их родственникам, Минобороны не обещают. Этих ребят освободили из плена, месяц они провели дома. Но завтра некоторых снова отправят в зону АТО. Сколько их украинских военных, которые попали в плен на Востоке? Официальных данных нет. Несмотря на то, что СБУ создало центр, который занимается освобождением. Но уже понятно, что речь идет о сотнях людей. Статус у многих до сих пор пропавшей без вести. Наразі приблизно кількість зниклих без вести до 1500 осіб, доля которых не установлена, из которых значная часть, приблизно больше третины тих, которые были выкрадены. Что касается военно-полоненных, то есть цифры, которые на сегодняшний день подает Рада национальной безопасности и обороны. Это вопрос довольно деликатное. В Совете национальной безопасности и обороны цифры тоже не называют. Официальная структура – это СБУ. У них есть подраздели, которые занимаются перемогами. Вся информация максимально держится в тайном режиме, чтобы не расповсюджилось. Потому что, могу объяснить, почему на первых этапах, когда люди потрапляли как раз в заручники, с нашего боку, то как только начали их шукать в целой редакции телеканалов, газет, то сразу за ней помогает очень большой выкуп. Эти люди, по сути, военно-полоненные, но в действительности и по бумагам они заложники. Казалось бы, разница только в терминах, но на самом деле в отношении к ним. Мы добились, что пленных не будут пытать и не будут расстреливать. То, о чем ходили слухи, и есть некоторые подтвержденные факты, что в плену не все выживали. На сегодняшний день, несмотря на то, что Украина считает это антитеррористической операцией, к ним будут относиться как к военнопленным с той стороны. Екатерина Сергацкого – одна из немногих украинских журналистов, кого боевики допустили к военнопленным. В Горловке у полевого командира Игоря Безлера к плену 17 человек. Сергацкого поговорила с некоторыми из них. Кто-то сломлен морально, а кто-то даже в присутствии ДНРовцев бесстрашно заявляет. Донбасс – это Украина. Рискуя жизнью только из-за одной этой фразы. В Донецкой и Луганской области немножко разная ситуация с пленами. Из того, что я успела понять, более сложная структура есть в Донецке. И сейчас в основном всех пленов перевозят в Донецк. Там, где сосредоточена так называемая армия ДНР. В Луганской области немножко по-другому. Там действуют несколько разных бандформирований, которые состоят из местных жителей, в основном бандитов, которые берут людей в плен для того, чтобы требовать деньги своих родных. Если попадается ценный пленник, командир или просто офицер, его обязательно будут беречь для выгодного обмена. Есть и те, для кого неволя априори означает пытки или смерть. Бойцы добровольческих батальонов. Эти солдаты не были в плену. Они сейчас на линии фронта. Признаются, каждый, кто находится в зоне АТО, понимает, что может попасть в руки врага. Тебя контузово могут взять. Вот это самое страшное. Что ничего с собой сделать не сможешь? Да, есть знакомые, которые попадали, их практически всех убивают. Добровольцев там не щадят, не меняют, скажем. Они отшучиваются здесь, а плене вслух не говорят, чтобы не накликать. Ну мы не будем попадать. Мы будем попадать в них, а они будут попадать к нам. Но на всякий случай у каждого при себе есть вот такой запас. Говорят, держат прямо возле сердца. Кто его знает, как на самом деле ты себя поведешь в этой обстановке? Застрелиться, наверное, тяжело. Вот подорвать гонату проще. Кольцо дернулся. Еще и пару человек с собой забрал. Самое главное, не в одиночку. Сейчас родственники сотен украинских военных, которые попали в плен, затаили дыхание. Сработают лиминские договоренности. Пункт об обмене пленными. Пленников и их родных разделяют десятки, а иногда и сотни километров. Ребят с нетерпением ждут дома и в Киеве, и в Ивано-Франковске, и в других украинских городах. Но рассказать на камеру о том мучительном ожидании, о своих переживаниях родные отказываются. Не потому что стесняются своих слез или эмоций, а потому что боятся. Боятся помешать переговорам. И оборвать те нити, которые пока дают надежду вернуть ребят домой из плена. Людмила Горбач, Ярослав Кречко, Андрей Лащ и Ивана Шкиндер. Подробности недели телеканал Интер. Мы продолжаем. Вы видите сейчас список. Этот кадр – это фамилии первых 15 отпущенных пленных. Что будет происходить с ребятами? Поговорим просто прямо сейчас. Представлю гостей. Андрей Сенченко, глава временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию гибели украинских бойцов под Иловайском. Инна Богословская, народный депутат Украины. Прямо сейчас начнем говорить. Единственное, что прервемся на разговор с моей коллегой, которая сейчас включается из региона. Мы поговорим по поводу украинских пленных. Наталья Грищенко. В Непропетровске именно туда будут переправлять освобожденных наших ребят. Наташа, доставили ли их уже в город? Нет, добрый вечер студия. Пока не доставили, но новости у меня действительно хорошие. 15 украинских солдат, которых удалось освободить из плена боевиков и самопоразглашенных народных республик Донбасса, привезут буквально через час, ну максимум полтора. Во всяком случае, так обещают. Больше смогу рассказать, когда увижу ребят в студии. Наташа, мы будем в это время еще в эфире. Так что, пожалуйста, вот как только будет информация, выходи на связь. Ну, а зрители подробности недели самыми первыми в прямом эфире, вот в режиме реального времени. Увидят тех ребят, которых, я надеюсь, я очень надеюсь, к этому времени уже освободят. Спасибо большое, что пришли. Продолжим с гостями. Можно вот сразу прямой вопрос? И, ну, не знаю, резкий, не резкий, как он вам покажется. Вы глава следственной комиссии. Кто ответит за те события, о которых много сейчас говорят? Кто ответит за эти смерти? Кто ответит за огромное количество раненых ребят? Кто виноват в трагедии Паталаваса? Я сейчас на старте работы комиссии не могу давать оценки, тем более, кто виноват. Это будет устанавливать комиссия. Как вы лично думаете? Еще раз, я не могу в самом начале давать оценки, но я хочу сказать одно, что, к сожалению, у нас нет надежды на объективное расследование того, что произошло, например, силами военной службы правопорядка, которая, в принципе, на это настроена. И для этого существует. У нас, к сожалению, нет уверенности в том, что прокуратура может абсолютно объективно это расследовать. Именно поэтому парламент был вынужден создать следственную комиссию. Несмотря на то, что в стране поменялось, значит, у нас новая прокуратура. Ну, вы знаете, к сожалению, в один шаг все поменять невозможно, поэтому многие из тех, кого бы надо было поменять, пока, к сожалению, на своих местах. Знаете, наша задача установить реальное число погибших, пропавших без вести, и, к сожалению, в числе пропавших без вести наверняка найдутся и погибшие. Число тех, кто попал в плен, или статус, ну, сложно определить, поскольку у нас по-прежнему всю войну называют АТО, поэтому, ну, скажу, как оно есть, попавших в плен. Числость раненых, числость мирных жителей, которые, по нашим данным, тоже погибали, когда оккупационные российские войска практически в упор расстреливали наши отходящие части. Нам предстоит установить правильность принятия или непринятия решений на всех уровнях, где принимались решения относительно иловайских событий, начиная от линейных командиров и заканчивая генеральным штабом. Вот такая задача перед Следственной комиссией. Инна Геронна, а вы с коллегой согласитесь, что сложно будет это все расследовать, да не только иловайск, наверное, все те просчеты, все те ошибки, которые были, во многом потому, что в стране, к сожалению, не знаю, согласитесь со мной или нет, но очень мало поменялось. Вот посмотрите, мы сегодня будем говорить с президентом Грузии буквально там через 20-30 минут Михаил Саакашвили, Грузия, война с Россией, они в это время проводили реформы. Прошло полгода, у нас нет реформ. У нас не меняются люди, у нас те же люди в тех же кабинетах. Да, к сожалению, мы никак не выйдем из этапа контрреволюции, как я его называю. После каждой революции всегда есть этап контрреволюции, когда те, кого революция сметает, пытаются так или иначе удержаться за власть. Сейчас, к сожалению, такой этап. Почему необходимо проводить выборы? Потому что нужно этот этап двигаться дальше, чтобы в этом парламенте у нас не было, как сегодня, 30-40% тех, кто работает не на Украину. С таким парламентом вообще ни о каких реформах не может быть речи. Но, с другой стороны, я, как человек, который в свое время провел две следственных комиссии, которые закончились результатом, хочу сказать, Антеш, пожелать вам просто настырности. Вот не отвечают вам на один запрос. Делайте их каждый день по 40 штук. К огромному сожалению, всегда в Украине власть сопротивлялась специальным следственным комиссиям парламента. И тот, кто был наиболее настойчив, в результате все равно мог добиться истины. Нет.